Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы с вами разбираем следующее правило, которое входит в курс английский элементарный. Это Present Perfect – настоящее совершенное время. Итак, что же это за время? Present Perfect описывает действие, которое произошло некоторое время назад, до настоящего момента. Именно до настоящего момента – это важно, и вы сейчас это поймете. И пример – I have been to Paris – я была в Париже. Между тем, заметьте, что говоря I have been to Paris, вы не указываете, когда именно вы были в Париже – в прошлом году или два года назад. Вы просто об этом упоминаете в контексте какого-то разговора. Например, ваш друг говорит – ты знаешь, моя мама поехала в Париж. А вы отвечаете – в Париж? О, я была в Париже. Это очень важно, что вы не уточняете, когда. Вы упоминаете это только потому, что сложилась какая-то обстановка, контекст, где вы это можете упомянуть. И не указываете, когда именно. Итак, образуется время Present Perfect с помощью глагола have, has и третьей формы обычных глаголов. Смотрите, например, I have, we have, и третье лицо, единственное число – это he, she, it has. Друзья, я напомню вам, как образуется третья форма глагола. Если это глагол обычный, простой глагол, то к нему нужно, как всегда, прибавить окончание –иди, и во второй форме и в третьей – это просто окончание –иди. Но если это глагол неправильный, то его просто нужно запомнить. Сейчас мы посмотрим на примерах с вами. Итак, посмотрите. I have seen her recently – я видел ее недавно. Ребята, может быть, вам не знакомо слово recently? Мы его разберем чуть позже. Итак, I have seen have плюс третья форма глагола. See – видеть – это неправильный глагол, поэтому в третьей форме мы его запоминаем. Seen. Далее. То есть, видите, вы не говорите, когда именно, просто недавно. Далее. You have finished your lunch. Ты закончил свой обед. То есть, have finished. Мы видим, что глагол finish, он у нас правильный, поэтому в третьей форме к нему просто прибавляем окончание –иди. То есть, это то, что произошло до настоящего момента. Вот по сегодня, по эту минуту, на эту минуту, ты уже закончил обедать. Далее. She has gone to school already. Опять же, очень важными являются слова recently и already. Мы их с вами разберем. И переведем. Она уже ушла в школу. Она ушла в школу уже. И, ребята, видим, что глагол go – идти или уходить стоит в третьей форме. Gone – он у нас является неправильным. А вот, ребята, и слова, указатели, которые вам помогут понять, что время у нас в present perfect нужно употребить. Итак, already – уже. Just – только что. Yet – еще. Иногда употребляется в значении уже. Ever – когда-либо. Never – никогда. Recently – недавно. Since – с какого-то момента. И for – в течение. То есть, если вы видите эти слова, то по-любому время, которое следует употребить, будет present perfect. И как же present perfect образует отрицательную форму? Все легко. Нам просто к глаголу have и has нужно прибавить частичку not. Haven't или hasn't. И, например, I haven't watched this film. То есть, я не смотрел этот фильм. Видите, в каком-то контексте вы упоминаете о том, что фильм вы не смотрели. Или They haven't watched this film. Они не смотрели этот фильм. Или She – она. She hasn't watched this film. Она не смотрела этот фильм. И вопрос образуется тоже достаточно легко. Просто слово have нужно поставить на первое место. Have you watched this film? Ты смотрел этот фильм? И ответ либо yes, I have. Да, мы помним, что как вопрос начинается, например, словом have, так он и заканчивается. Этим же краткий ответ заканчивается этим же словом have или его отрицательной формы haven't. Yes, I have. Или no, I haven't. И далее, друзья, еще один маленький нюанс. У нас есть два предложения. She has been to London и She has been to London и She has gone to London. В чем разница между этими двумя предложениями? Когда мы говорим She has been to London. Она была в Лондоне. Мы имеем в виду, что она уже не там. Но когда-то она там была. И She has gone to London. Она уехала в Лондон. Ну, например, недавно. То есть она сейчас в Лондоне. То есть эту разницу нужно понимать. Например, She has been to Paris. И также She has gone to Paris. She has been to the bank. Она была в банке. She has gone to the bank. Она ушла в банк. Окей, ребята, на этом все. Обязательно подписывайтесь, смотрите новые видео и продолжение курса английский элементарный. Всем счастливо, удачи, всех целую, всем пока.